Девчоночки, мне пришла сюда сумка. Дело в том, что я знала, что я в это время примерно буду у родителей, поэтому все вещи, всю доставку заказывала уже на себя, не на себя даже, на маму, но сюда. Вот, я заказала с сайта Нью... Блин, как его правильно? Ньюсвик. Ньючик. Ньюшик. Ньюшик, наверное. Вот, новый шик. Ньюшик. Заказала с этого сайта вот такую вот сумочку. А я вам просто пока покажу, как она вот выглядит так вот, да, а потом какой-нибудь образ составлю, куда-нибудь поедем, и я уже вам покажу ее на себе, да, с чем можно комбинировать. Именно захотелось мне такого цвета, там разного цвета. Посмотрите, там есть черного, но мне вот захотелось именно вишневого, потому что у меня вот такой вот сумки именно конкретно нету. И зачем я именно взяла? Он, знаете, выглядит вот как некий такой клатч, не клатч, маленького размера, и специально для мелких предметов. Ну, допустим, вы там поехали, вошли в магазин, там поехали на рынок, чтобы с собой не брать, там, не знаю, все документы, все, что только можно, а просто взяли вот эту вот сумочку с собой. Мне, например, для родителей здесь удобно, потому что я здесь не вожу машину, потому что в основном мы ездим с папой, да, за рулем, и поэтому мне нужна сумка для чего это, маленькая сумочка, для того, чтобы положить какие-то карточки и для того, чтобы положить телефон, все, вот. Вот, и, собственно говоря, вот для этого она идеальна. Здесь вот есть одно отделение, сюда можно что-то вставить, да, оно такое маленькое, ну, вот, знаете ли, для ключей больше всего. И есть второе отделение. Сейчас я покажу вам одной рукой, к сожалению, не очень-то легко снимать. Ой, звуки такие еще. Она немножко с запахом, но я вывесила вот прям в коридор ее, и запах почти пропал. То есть походите с ней на улице, и она совсем, он совсем исчезнет. Здесь у нас еще такие штучки есть, здесь мы вытащим. Здесь внутри у нас уже два отделения, и вот это вот место для карточек. То есть можете карточки вставить. Сюда можно положить телефон. Сейчас я вам засуну. Это маленький клач такой, мини-клач для похода в магазин, по мелким кражам каким-то, по мелким делам. Вот, много места не занимает. Аккуратненько у вас висит на плече. При всем при этом размер, то есть не совсем маленький, такой приличный размер, и паспорт туда поместится, и какие-то мини-такие документы. Отличный вариант, вот я говорю, для тех, у кого нету с собой ничего лишнего, не носит с собой ничего лишнего. Хорошенько. Так мы с тобой разберемся. Сейчас запечатлею историческое событие. И впервые на улице. Впервые, да, папа? Ногами выпускает. Смотри-ка, по-аккуратски. Вот под ногами у тебя. Не двигай вообще ногами. Ваня, тебя под ногами твой аккуратно. Я знаю. Вот, всё, папа сделал сеткой, выгон, закрыл сеткой, выпустил. Это первый выводок. Их было всего 30, по-моему, из 30 осталось 8. Все остальные попередохли. Ну, вот какой-то год, девчонки, он реально не только для людей, прям вот, ну и для, в принципе, для животных в том числе, сработает. Каждый выводок, вот этот вот второй выводок, тоже многие сдохли. Ну, и многие сдохли. И вот там третий тоже, выводок тоже, они помирают периодически. Вот. Значит, папка вот так вот сделал, вот так вот сделал сеточкой оградочку. Вот, выпустил уже первый выводок. И вот этих вот они сейчас будут туда вот рискать. Но дело в том, что, вы знаете, что куры дерутся. То есть, если, допустим, их вместе соединить, те, которые вместе друг с другом не росли, да, то они начинают драться. Нашёл, 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 нашёл. Пошли, пошли. Всё, теперь все будут, так же, как и ты. Хитрец. Всё, знакомься. Слушай, а эти убежали, мам. Они увидели, что большинство этих перевесных на их стороне свалили. То есть, мы ожидаем, что может быть драка. Слушай, они убежали прям, батя, представляешь? Ну, они ораву такую боятся. Они же больше, они же крупнее. Они сейчас его поспорят. Ой, прикол вообще. Видите, какой закон джунглей. Саранчат, саранчат, траву берут, траву берут. Слушай, им не многовато травы? Или они сами регулируют рацион? А в этом году у вас не сидели на сушке? Не садится ни одна. Да? В прошлом году до самой очереди. Кунар их всё. И даже... Вот я тебе говорю, год такой, мам. Да, я всё. Ну, как они... Я поняла. Поэтому не надо расстраиваться. Просто такой год. Он не только для людей, но и для животных работает. Какой молодец. Папа сделал даже какую-то штучку к сетке. Какую-то палочку. Ну, железячку. Такую железячку, наверное. А ведь он всё равно будет отоблюдать. Вот так что вот так вот. А те, представляете, спрятались. Свалили. Хотя они крупнее в два раза. А то и в три. А эти мельче. И они боятся их. Оралу там. Что это такое? Ой, слетать. Слетать будут. Саранчаток, саранчаток. Чё, им корм сыпят? А маленьких так нельзя выпускать, да, бать? Они могут нажраться. Нет, можно тоже так чуть-чуть, чтобы травы... Мы маленьких с сушкой выпускали. Нет, а этих мы тоже выпускали, когда солнышко было. Выпускали. Теперь этих с... Представляете, вот с несушкой они вот какой... Как с мамой растут, да? Да, да. Она там... Так они крепче. Они крупнее под мамкой, да. И крепче, и у них это... И шерсть у них такая, да. Перья у них ровненькие. Перья большие растут. Да, а эти вот заморочные все равно какие-то. Да, и с инкубатором они как из детдома, короче. Да, 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 да. Такие слабые такие. Сравнение такое, да. Вот так вот, девочки. Все те же самые законы работают. Мамка есть мамка. Вау, вау. Смотри, смотри, смотри. Срекольный. Я старому не буду летать. Для старого как щекает. Для старого как щекает. Своли им, представляешь? Смотри, воли им, воля. Воля, они... А ты выпускал? И расти лучше, и... Ты выпускала? Нет, нет. Мы их раньше выпустили, но и за холод, и за дождем. То дождь, то холод. То дождь, то холод. Мы их раньше выпустили. У них здесь действительно холоднее. Вот у нас с Радуи я прям от жары просто вешалась уже. Думаю, что за лето такое жаркое-то. А у них... Да, это... А я на стихуру. А я здесь, посмотрите, я здесь в куртке хожу. То есть реально здесь у них прохладнее. Да, нормально. И так каждый день. Не жарко, то есть. Нет, не жарко. Ну, уже открывай. Уже открывай, да. А, девчонки, помните, я вам показывала с iHerb и заказывала масло кокосовое. Вот эта вот банка стоит 2000 рублей. Ну, 1800, по-моему, я за неё отдала, если не ошибаюсь. Но тут 2 литра целых. С филиппин. Продукт in Philippine. То есть филиппинский продукт. И сейчас мы будем пробовать, потому что... Пахнет кокосом. Да, пахнет вот настоящее кокосовое масло, девчонки. Дай мне на ложечку, мам. Сейчас будем пробовать. Его в каше добавлять. На нём можно жарить какие-нибудь там блинчики. Ну, мам, грязные. Тоже грязные. Возьми сполосни. Ну, это уж точно чистая была. Ну, воду надо обязательно слить. Сейчас мы будем с вами тестировать его. Ммм. Не рафинированное? Настоящее? А то, что в магазине продаётся рафинированное. Ты же хотела масло? Да. Да. И это получается дешевле, чем там продаётся. Там 400 грамм, 400 рублей было, да? Ну, наверное. Вот это настоящее масло, девочки. Всё, рекомендую. Единственное, конечно, боялась, что прогорклые мне пришлют. Потому что кто-то там отзывы негативные написал, что прислали. А оно горчит масло. Прогорклые – это, значит, не свежее. Вкусное масло хорошее. И большая, огромная, огромнейшая просто. Девчонки, здесь 2 литра. Огромная банка. И 2 килограмма получается. 2 килограмма, да. Вот, ну, храните лучше в холодильнике, потому что оно тает и будет быстро, ну, как бы, приходить в него. И долго оно, наверное, не лежит открытое. Я думаю, его в скорости надо кушать. Ну, его есть, надо, не надо экономить, надо кашу его добавлять, в печь на нём, что-то блинчики на нём можно печь. Творожники, творожники, творожники. А, ну, при жарке ничего не будет. Ничего не будет. Ну, всё. Завтра творожники с утра будут. Девчонки, советы рекомендую покупать. Так, девчоночки, здесь у нас кролик. Это обед мой. Кролик. У меня успело тут пригореть немножечко, что-то. Так, навалено всё. Ну, я люблю, естественно, в деревне вот так вот. Я вообще люблю всё, что здесь мне мама готовит. Здесь, значит, морковка с чесноком и с майонезом. Здесь у нас кролик, потушенный в сметане. И пюрошечка-картошечка. Это мои добавочки тут. Мы все тут на добавочках сидим. Тут у всех столько добавочек, что. Нет, что-то у вас вообще, по-моему, ничего там нету. Кончилось, да. Ну, ты ешь, чтобы там разберёмся. Добавить ещё добавочек. Вот, так что сейчас мы все вместе. Ну, папа рубит у меня. Суп рубит с кроликом. Вот. Мы тут все есть. У папы времени нет даже не пообедать. Да, они тут все у меня в делах вообще. Все в делах. Да, Капитош? Спокойно такое. Спокойно. Тут ходит из главы. Убитание. За Dongo. И там уйдем. Продолжение следует...